Доброго времени суток дорогие друзья с вами Тальшахар и добро пожаловать на мой персональный видеоблог в YouTube особая благодарность тем кто является моими давними подписчиками или постоянными зрителями канала если вы дорогой друг еще не подписались ничего страшного ведь это можно сделать прямо сейчас потому что прямо сейчас я хочу рассказать почему прекращаю всякие контакты с компанией Окса и хочу просто-напросто забрать свои деньги обратно на это у меня есть несколько причин первое я оплатил продукцию Окса 5 ноября 2015 года то есть ровно полтора месяца тому назад и нужно ли вам рассказывать что свою продукцию я не получил и протестировать само собой я ее не мог многие зададутся вопросом Таль у тебя есть своя компания и компания хорошая зачем тебе нужны были голограммы Окса я мониторю интернет мониторю YouTube и когда я вижу какие-то отзывы так или иначе связанные со здоровьем я не могу не обратить внимание на эту продукцию более 12 лет а если быть точнее 12 с половиной лет я занимаюсь организацией лечения диагностики реабилитации людей в Израиле иностранных пациентов которые приезжают в нашу страну и это ведь громадная клиентская база из тех которые уже стали моими пациентами из тех которые являются их близкими из тех которые приезжают ежедневно в нашу страну и из тех которые приедут могла бы сложиться хорошая клиентская база почему потому что натуральный продукт безвредный никакой химии никакого отравления организма и это ведь клондайк но для того чтобы говорить о компании хорошо или плохо для того чтобы говорить о продукте хорошо или плохо нужно его протестировать правда именно поэтому я никогда бы не позвал ни в какую компанию ни одного человека пока не прошел бы все этапы бюрократ бюрократического характера такие как регистрация получения продукта быть может какие-то с меня потребовали бы на таможне дополнительные платежи потом личное употребление продукта использования продукта личные результаты только потом можно уже с точки зрения этики с точки зрения логики с точки зрения какой-то вообще элементарной бизнес порядочности начать приглашать людей в эту компанию второе лидеры лидеры оказались здесь какие-то мелковатые не просто мелковатые какие-то мелкие вы все помните мое интервью которое вызвало у многих моих подписчиков многих моих зрителей неоднозначную реакцию интервью с николаем лобановым и николай фактически расписывался собственной профнепригодности такое интересное выражение позаимствовал константина меладзе который выгнал одного из участников своей бэнд группы так вот профнепригодность заключалась фактически в том что николай лобанов рассказывал что helix capital который он завел много людей которые пришли именно на него не оказалось тех оборотов тех мощностей той виртуозности той скорости и в некоторых случаях даже какие-то непонятные потери денег о которых вы наверняка услышите прослушав интервью которое размещаю на вас подсказках данному видео все это как-то меня смутило лидер такой распиаренный такой раскрученный который скромно расписывается в свои близорукости бизнес близорукости деловой близорукости то конечно за таким лидером бы я уже не пошел но и после того как сразу же после выхода видеоролика николай мне присылает письмо таль здравствуйте из-за того что вы разместили интервью в интернете мне и моей жене грозит терминация с helix capital моя откровенность обращается против меня так как некоторые партнеры усмотрели моих словах что я обливаю грязью компанию поэтому нам не место в ней если это произойдет тысячи людей останутся без нашей помощи и поддержки просто не знаю как было удержаться и не ответить а может быть это и хорошо что они останутся без вашей помощи и без вашей поддержки вы уже все что можно им сделали вы затащили их в ту компанию в которой сами не увидели перспективы и вот проходит какое-то количество времени николай лаванов уже оказывается в компании окса видите даже в его статусе бизнес для будущих миллионеров есть ссылка на окса 24.бис само собой что мы все не женимся и не выходим замуж исключением идиотов за компании то есть зайдя в какую-то компанию которая быть может окажется хромоножкой быть может окажется какой-то без глаза и без ухо и без рукой компании мы не обязаны будем здесь оставаться но в данном случае я хочу обратить внимание на алексея фомина так реактивно зайти в компанию так реактивно под себя затащить такое количество людей которые уже проплатились но еще не получили продукт и ведь в момент проплаты алексей уже получил все свои причитающиеся матч и бонус или как там они называются вокса и сейчас буквально несколько дней назад я узнаю что алексея терминировали из компании но задаю ему этот вопрос слышал что тебя терминировали из компании ты пошел в инфини так она называется инфинай вообще как-то инфиниай вот алексей не отвечает сегодня ночью что да бокс аккаунта 5 не открыли но я не работаю пока не начнут нормально функции выполнять работаю в инфинити знаете как можно пойти в компанию не зная будут ли они выполнять нормально свои функции когда вы заходите один да и пофиг когда вы за собой тащите людей когда вы не удосуживаете проинспектировать компанию проинспектировать продукт когда вы не удосушиваете проверить насколько все работает насколько все будет работать а если начнется резкий приток дистрибьютором а потом вы не хотите переждать вот эти вот трудности вы не хотите остаться своими людьми для того чтобы дать людям хотя бы вернуть вложенное. Ведь вы уже, товарищ Фомин, уже забрали свои деньги. Свои авторские за привод тех или иных людей. Я это сам и написал Алексею. Что ты же получил деньги за присоединение людей. Вокса. Какое право ты имеешь запить на этих людей? Ну, и уж совсем мне кажется каким-то... Может быть я старомодный, а может быть вы меня и поддержки. Думаю, что слишком аморально, что вдруг появляется видеоролик вчера. Давайте посмотрим, когда он там появился. Да, 17 декабря. Появляется видеоролик «Жгучая новость. Я вернулся из Кьюстона одного из офисов компании Infinii». Ребята, это мне кажется уже фантасмагория какая-то. Человек, едва только раскрутив одну компанию, сегодня запускает в интернете жгучие новости и оказывается, что он уже начинает продвигать другую компанию. Можно ли работать в подобном проекте? Можно ли работать с подобными людьми, оказавшись в их структуре? Можно ли работать с такой флюгерной массой, которая поворачивается в ту сторону, откуда дует ветерок? Я думаю, что нет. Я на таких лидерах ставлю крест, я не считаю их вообще за лидера. В самые трудные времена лидеры должны оставаться за своей командой. Когда все хорошо, когда у людей есть пассив, когда у людей есть выплаты, когда у людей есть уже свои команды, да, можно вырасти из самого себя, можно достигнуть определенного уровня и понимая, что в этой конкретной компании своего уровня ты не достигнешь, можно идти в следующую. люди работают, у людей все хорошо, они не обязаны идти никуда за тобой. Но свалить как крыса в самом начале с корабля, который даже не начал тонуть, а едва лишь накренился, мне кажется, что это дешевый понт. Но, как говорят народе, дешевый понт это намного дороже американского доллара. Всем пока. С вами был Тальшахар. Если вы считаете, что мое видео для вас полезное, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. А если вы уж поделитесь моим каналом со своими друзьями, то низкий вам поклон. Удачи!